В эфире РБК Олфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Хорошо жить. Башкортостан оказался всего на 25-м месте в России по качеству жизни населения. Татарстан на 4-м. Отложили на год. Натуральное возмещение по ОСАГО планируют запустить с 1 января 2018-го. И вне конкуренции антимонопольщики региона недовольны развитием конкуренции в сфере государственно-частного партнерства. Башкортостан опустился на 4 позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни и занял 25-ю строчку. Исследование провело реарейтинг по итогам 2016 года. При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединили в 11 групп. Они характеризуют все основные аспекты проживания в регионе. От уровня эконом-развития и объема доходов населения до обеспеченности различными видами услуг и климатических условий. Источниками информации для исследования стали Росстат, Минздрав, Минфин, Центробанк, а также сайты региональных властей. Самый высокий показатель качества жизни, но здесь ничего неожиданного, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. На четвертом месте расположился Татарстан. Свердловская область оказалась на 12-м месте, Пермский край на 41-м, Оренбургская область на 43-м. Управление антимонопольной службы по Башкортостану не удовлетворено развитием конкуренции при реализации проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. По словам руководителя контролирующего ведомства, количество таких дел существенно увеличилось. Так зачастую власти идут на поводу у инвесторов и играют по их правилам. Выделяют землю без конкурса и предоставляют требуемые субсидии. Частное партнерство никак не должно быть как бесплатно при приватизации в 90-х годах. Мы это уже пережили. И потом ведь дают на эксплуатацию, которую они получают, на эксплуатацию дают за деньги государства почти до 25-40 лет. Ведь они, вот те объекты выгодны, государство должно просчитать, выгодно это ему или нет. Строит за счет денег государство, потом передает его государство, потом еще он эксплуатирует за деньги государство. Где здесь частное партнерство-то? Напомню, что ранее Федеральная антимонопольная служба признала Госкомитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, нарушившим закон о концессиях при отборе концессионера для строительства первой платной дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск. По мнению ведомства, в правительстве республики не имели права обещать концессионеру возврат вложенных в строительство средств из бюджета. ФАС выдала предписание об аннулировании итогов конкурса, в котором победила компания «Башкир-Дорстрой». Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Доллар и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 23 копейки и оценивается в 57 рублей 85 копеек. Европейская подешевела на 48 копеек 61.20. Лучшие обменные курсы на вторник – покупка доллара в Запсибкомбанке за 57.75, продажа в БКС-банке за 58.14. Отмечу, что эта кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в Запсибкомбанке за 61 рубль ровно, по продаже в БКС-банке за 61.34. Натуральное возмещение как приоритетная форма расчетов по ОСАГО будет введена в России не 1 марта текущего года, как планировалось ранее, а 1 января 2018-го, сообщает Известие. Приоритет ремонта над денежной выплатой по ОСАГО входит в перечень мер по реформированию автогражданки, которые планируется принять для снижения убыточности этого вида страхования. Отмечается, что в ряде регионов с наибольшей убыточностью норма заработает раньше. По планам властей закон будет принят Госдумой весной этого года. Отчасти проблему доступности полисов решила электронная ОСАГО, которая стала обязательным для всех страховых компаний с начала этого года. За январь в Башкортостане продано 4000 электронных полисов, а автогражданки – это половина всего прошлогоднего объема. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК, далее Московская студия.